19 часов 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Это Финам ФМ. Мы начинаем большой ежедневный интерактивный канал «Реальное время». В этом части у нас гость студии прямого эфира, человек, который не нуждается в специальном представлении. Буквально через несколько секунд я его представлю. В следующем части у нас с вами итоги дня. Я сегодня выбрал три темы, которые, как мне представляется, крайне важны. Они связаны и с выборами, и с образованием в нашей стране, и с тем, что сейчас рассматривается вопрос по реформе, очередной реформе жилищно-коммунального хозяйства в части капитального ремонта домов. И это коснется абсолютно всех. У нас будут разные гости. В общей сложности в следующем части будет аж шесть гостей. Поэтому, напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. То есть, на самом деле, зрители уже видят моего гостя. Ну и, кроме того, можно пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Я его подключил туда. Направляйте свои письма с комментариями и вопросами. Николай Воловьев сегодня у нас в гостях. Николай, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Добрый. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот сейчас выяснилось, что вы мой коллега, да? Вы мне за эфиром сказали. Оказывается, тоже ведете программу. Ну, получается, у нас существенная с вами разница из-за того, что мне приходится вести ее в записи, не в прямом эфире. Поначалу это были прямые программы, но потом просто из-за невозможности нахождения в определенное время, в определенные дни, ну, там, в студии, радиоспорт, я не смог выдержать этого. Я не спросил, я начал этот разговор. Вы вот себя больше кем сейчас ощущаете? Политиком? Вы депутат Госдумы? Спортсменом? В первую очередь, наверное, я отношусь к своей нынешней работе как к основному своему роду занятий. При этом, знаете, я сочетаю, скорее всего, здесь занятия спортом и спортом и ради спорта, скорее всего. Потому что я работаю, наверняка, ни для кого не секрет, что я выбирал комитет по своему какому-то профильным занятиям и образованию, в том числе, комитет по спорту и молодежной политике. И вариантов просто других и не было. Хотя, почему-то по ошибке, я не знаю, по какому-то стечению обстоятельств, и вначале почему-то меня записали в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Уж не знаю, с какой целью. Ну, как лоббиста, наверное, чьих-то интересов, нет? Ну, нет, странно. Вы знаете, я могу точно сказать, что я не лоббист ничьих абсолютно интересов. Скорее всего, если говорить обо мне как о лоббисте, то лоббист интересов спортсменов, в первую очередь. Давайте об этом чуть позже поговорим, но я хочу вот задать вам такой вопрос. Вам комфортно на охотном ряду? Да, я бы сказал, что если бы мне было некомфортно, я бы, наверное, уже как-то дал бы определенно об этом знать. Об этом бы наверняка уже почувствовали и журналисты. Потому что я не скрываю, как правило, своих ощущений. Если мне что-то не нравится, я говорю это прямо. А потом, может быть, какие-то вещи и были для меня неожиданными или, ну, скорее, неожиданными. Ну, например. Ну, например, все-таки, знаете, политика, она оправдывает то, что нужно быть и более гибким, я бы так сказал, менее прямолинейным, что ли, нужно уметь практически, я бы не сказал, что совсем сочетать несочетаемое, но в некоторой степени быть более гибким человеком, чем, допустим, меня приучил быть спорт. Особенно такой, как бокс, как вы понимаете. Но туда я пришел четко понимая и ставя определенные перед собой задачи, определенные абсолютно. Поэтому и выбор на профильный комитет пал однозначно. Я когда узнал, что я вдруг оказался в ЖКХ, я возмутился, написал, точнее, я указал на то, что заявление написано. Ну, и, в общем, там, справедливость восторжествовала, естественно, я работаю там, где и хотел. Ну, вот скажите, вы кому обязаны тем, что вы стали депутатом? Кто внес вам предложение? Я, если говорить, кому я обязан, наверное, этот человек абсолютно однозначно, что не без его определенного желания и воли происходило мое становление как депутата. Потому что, если уж быть здесь абсолютно честным и откровенным, то я и не скрываю, что я попытался сделать и пойти от того, собственно, города, региона, где я родился и прожил большую часть своей жизни, от Санкт-Петербурга. То есть вы питерский? Ну, конечно, да. Питерский прайд? Как вы говорите, Питерский прайд? Питерский прайд? А, прайд. Слушайте, я сказал прайд, но на самом деле, да, это питерский прайд, на самом деле. Ну, я лев по гороскопу, поэтому прайд для меня это очень близко, знаете. Все-таки, да, я из Санкт-Петербурга, но вот в течение обстоятельств таково вышло, что я избирался как раз от Кузбасса, от такого далекого региона. Но теперь волею судьбы даже более близкого, чем в Санкт-Петербурге, я говорю сейчас не о душевном состоянии даже, хотя он стал и по духу мне очень близок, и люди, которые там живут, с которыми я познакомился, сумел подружиться со многими. И, в первую очередь, мы сейчас вернемся к человеку, которому я начал. Я думаю, что многие поняли. Да, это Аман Гумерич Тулеев, губернатор Кемеровской области. И в свое время мы познакомились, это произошло еще задолго до выборов, но он знал прекрасно, что я сделаю попытки пойти от своего региона, от Петербурга, на что он мне сказал, пожалуйста, у меня было бы очень великое желание, Николай Сергеевич, если ты уже, как тебя вот Кузбасс знает, как уважаемый человек, если бы ты работал в моей команде и представлял, скажем так, интересы региона, я бы мог тебе доверять. Да, а в какой вот момент-то возникло желание пойти? Пойти в политику. В политику пошло время, наверное, время пришло, знаете. Поначалу вообще все это начиналось с некоторого возрастания такой общественно-социальной, что ли, деятельности. Звучит пафосно. Звучит пафосно, но оно так и есть. Я не знаю, как хотите, воспринимайте мои слова, но поначалу это были просто там различные мероприятия, на которые я ездил. Пока у меня были какие-то перерывы между боями, в момент нахождения там в Петербурге, еще где-то. Зачастую меня приглашали не только на спортивные мероприятия, но и в детские дома. Но все равно, так или иначе, в большей степени это было связано со спортом. И это все вот так как нарастало, нарастало, нарастало. И уже еще, даже будучи и беспартийным еще, я озаботился тем, что я начал открывать школы бокса. Мне это начало удаваться, по большому счету. Туда стали мальчишки приходить. И у нас есть результаты. Ну, то есть, если вещи называть своими именами, от вас ждали денег? Нет. Нет? Ну, денег в том числе. И сейчас, вы знаете, и сейчас от меня до сих пор ждут денег. Правда. Огромное количество писем. Такого толка типа, купите, Николай Сергеевич, машину, оборудуйте нам школу. Помогите. Помогите. Огромное количество таких обращений, на самом деле. И ничего с этим не поделаешь. И тогда уровень там известности уже, наверное, позволял людям думать о том, что попросить меня можно о таких вещах. И они просили и тогда, и сейчас исключение редки. Редки. Зачастую такие поступают предложения. Точнее, просьбы, я бы так сказал. Но время шло, время шло. И я понял, что лишь уже моя известность, лишь как спортсмена, и возможности мои все равно ограничены. Почему? Ограничены в том числе и даже средствами. Чего уж говорить, своими личными средствами я мог не так уж многого достичь. И вообще, я уже начал обращать внимание, скажем так, на определенные политические круги. На людей, которые имели и партийную преднадлежность. Понимая, что у меня может быть определенный даже ресурс какой-то, более широкий. Если я стану, ну, спортивным билетом, грубо говоря, да, здесь исключений каких-то придумывать ничего не нужно. Потому что с теми людьми, с которыми я так или иначе общался и сейчас общаюсь, они теперь мои однопартии. Но питерцы на вас повлияли? Повлияли. Повлияли, да? Причем, я до сих пор, де-факто, вхожу в региональный совет партии «Единая Россия» именно в Петербурге. Вот. Приходят приглашения на заседание регионального совета партии. Вот, как бы, меня не перестали считать своим. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Всем напомню, здесь Николай Валуев. В реальном времени веб-трансляция на портале финам.фм. Там же, туда же можно направлять и свои письма. Звоните, пишите. Николай Валуев, думаю, с удовольствием ответит не только на мои, но и на ваши вопросы. 19 часов 17 минут. Реальное время. Финам.фм. Здесь Николай Валуев. 651099.6. Код Москвы 495. Финам.фм. Это наш портал в интернете. Там же идет и прямая веб-трансляция. Трансляция. Пишите, звоните. Я все-таки буду, что называется, додалбливать вопрос, да? И поговорю... Смотря в какой степени. О Питере. В какой его части. О Питере, да? То есть вот мы сегодня с вами новый мем, на самом деле, родили, да, в эфире. Это питерский прайд. Прайд. Я думаю, никто. Это наш эксклюзив, да, от вас. Вот на ваш взгляд, питерские, которые, в общем-то, пришли к власти, по большому счету, в 2000 году, с приходом господина Путина, да, на пост президента, в общем-то, усиливались, усиливались. И, в общем-то, множество людей, я не скажу все, но так или иначе связано с Петербургом. Совершенно верно. Я наблюдаю такую ситуацию, ведь не только, если наша страна, да, допустим, точнее, я говорю сейчас не о команде президента. Абсолютно такие же вещи происходят на более, может быть, не говорю мелком, на уровне любой компании даже. Новый директор. Когда подтягивают своих? Совершенно верно. Дело в том, что, видите ли, люди, с которыми в свое время не только ты учился, ну, по крайней мере, что-то увидел и прошел, обрел жизненный опыт, это уже более родное, что вы понимаете. Здесь речь идет на уровне доверия, и было время разобраться, кто что может, кто что умеет. И даже более того, у каждого может найтись определенный фронт работ, а если не умеет, то научится. Стоит лишь, всего лишь нужно желание, ну, и способности, конечно. — На ваш взгляд, питерские привнесли за эти 12 лет больше пользы или больше вреда? Уж простите, там, я питерских обобщаю, да? — В масштабах страны. — Да, да, будем называть тогда путинский прайд или питерский прайд, да? Вот зло или добро? — Больше добра. Я считаю, больше добра и, скажем так, все-таки меньше азиатчины какой-то, которая все-таки была, я считаю. Была до. Ну, не забывайте, все равно я считаю, что мы страна, смотрящая на Европу, интегрирующаяся так или иначе в Европу, но все равно во многом азиатская, я так считаю. Но все-таки, ну, наверное, если говорить о питерцах, то это, наверное, взаимное проникновение произошло. Может быть, как хотите, назовите, питерского бомонда или той же самой команды питерской в Москву. И я знаю огромное количество москвичей, которые работают в Питере. И совершенно, встречаясь вот сейчас с людьми в регионах, я встречаю, опять же, там и москвичей, и питерцев, которые могут оказаться аж, бог знает где, там, на Дальнем Востоке, в Сибири. Они работают, но ведь самое главное, профессиональные качества человека, его возможности и его желания работать. Посмотрите, согласился бы, на самом деле, да, если бы не одно «но». Господин президент неоднократно подчеркивал, в общем-то, не скрывает свои позиции, я своих не сдаю. При этом, если внимательно посмотреть, да, потому что 12-летний срок – это уже достаточно большой промежуток времени, есть люди, которые в том числе его и подставляют. – Наверное, вы знаете, не будем сейчас персонализировать ваши слова, но я больше, чем уверен, что происходят и такие случаи. Дело в том, что и страна огромная, и, скажем так, рычаги управления этой страной, доверяя тем или иным людям, могут случаться и какие-то определенные ошибки. Я не исключаю, что может и такое происходить, но я, наверное, как никогда, вот сейчас, теперь уже, работая в новом качестве, начал понимать, насколько инерционна и государственная машина, в том числе. Знаете, как, если говорить о свите, то, ну, допустим, я приведу просто жизненный пример. Если ты вчера совершенно четко разбирался в глубинных вопросах проблемных своего двора, то, выходя на определенный уровень завтра, ты сочетаешь и вынужден отвечать за 10 дворов, затем это поселок, город и выше, и выше, и выше. И может оказаться, что тот человек, который будет уже работать на твоем первоначальном месте, может делать ошибки. А еще хуже, когда его ошибки могут или не дойти просто до адресата, или просто-напросто намеренно скрыться. Ну, тут две вещи разные, или одно, или второе, всяко может быть. И тогда, я сейчас вам не про доброго батюшка-царя, поверьте. Потому что я уже заготовил вопрос, Путин-царь? Нет, 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 я сейчас вовсе не хотел про это сказать. Я хочу сказать о том, что, при том, что у нас огромное количество вопросов так или иначе решается с помощью волевого политического решения, как мы все прекрасно знаем, но, наверное, все-таки что-то не доходит. Вот. Точнее, некоторыми вопросами, собственно говоря, президент уже не должен и заниматься. Потому что сфера компетенции и вопросы, которыми он занимается, они уже более глобальны, чем этот дворик, с которого он начинал. Не хочу сбросить ответственность. Я понимаю. Я просто говорю о том, что не в состоянии столько объять один человек. Тогда необходимо делегировать. Совершенно верно. И делегируют, понимаете, делегируют, для этого и существуют делегации. А у меня, наоборот, сложилось впечатление, что он все подмял. Все подмял. То есть, я так понимаю, что в нынешней России, по большому счету, крупные решения, да и не только крупные, без санкции Путина, не будут приняты. Крупное решение. Думаю, что в какой-то степени вы правы. И знаете, мне кажется, что все-таки на определенном историческом отрезке, как говорил незабвенный Борис Николаевич, когда он решил отдать вольности сколько угодно и говорил, берите ее, и это время было достаточно растянуто по своему временному какому-то отрезку, растянуто, привыкли брать не только суверенитет, но и определенную свободу в своем личном понимании. Понимаете, какая штука. И получается, что мы всем миром, всей страной смотрим показательный процесс в Пикалево и прочие вещи. И вот мне, если честно говоря, больно смотреть на это, потому что так не должно происходить. По идее, подобную проблему должен урегулировать сам по себе закон. Но получается, что человеческий фактор у нас от того самого Дворика, о котором я только что говорил, до самого высокого поста в нашей стране решается за счет политической воли, человеческого фактора и прочих таких вещей. Я на самом деле вам благодарен за этот Дворик, потому что, в общем-то, вы откровенно говорите, что многие вопросы решаются по-пацански. Ну, вот так сложилось. Не работают какие-то институты, получается. И в этом я начинаю винить именно господина президента. Ты дай, ты дай возможность проявить. Дай возможность проявить тем людям, которым ты доверяешь, но дай возможность и тем, кто тебя оппонирует. А получается, что нет. Ну, вы считаете, что Владимир Владимирович запрещает... Нет, вот смотрите, Николай, я с другой стороны. Я, кстати, могу сразу сказать, я категорически против и лозунга «Путин уходи», потому что я его считаю деструктивным. Если оппозиция хочет прийти к власти, а любая, любые политики это должны желать власти... Впрочем, у нее сейчас была прекрасная возможность. Да. Давайте будем откровенно. Сейчас вы меня подцепите. Извините, но я уверен, что все будет с точностью наоборот, как только я где-нибудь оговорюсь. Ну, давайте так. Я вас совершенно не хочу никак подцепить, но дело в том, что возможность вот на последних выборах сейчас, когда были... 14-го. Да, 14-го. Ведь получилось так, что нынешняя политическая система была все равно, сколько бы ее сейчас не чехвостили оппозиционные партии, но получилось так, что они потеряли то протестное количество людей, которые, может быть, даже голосовали за исключением того самого пункта против всех, за неимением его. Они голосовали и отдавали свои голоса оппозиционным партиям, которые сегодня представлены в Думе. Почему больше всех возмущалась там «Справедливая Россия»? Они прекрасно понимали, что с развитием института новых партий люди могут уйти туда, создать свои институты. Понятно, на это потребуется время. Но взять тот же пар нас, патриоты России, они все равно так или иначе уже заявили о себе на этих выборах. И в некоторых регионах набрали достаточное количество, что позволяет себе представить, что наверняка через лет... Точнее, простите, следующий, когда у нас будет сентябрьский через год, они уже, набрав опыта и окрепнув, возьмут еще больше. Это возможность им дана. Но это... Это те голоса, которые на декабрьских выборах в Думу, они были, собственно говоря, в активе тех партий, которые вошли, собственно говоря, в основных четырех. Ну, я говорю, когда основное количество лозунгов было, голосуйте там против Единой России, против партии власти, Гудков обзывал нас, как только возможно. Не буду повторять в эфире. Вам неприятно? Неприятно. Я не считаю себя вором. И жуликом тоже не считаю. Я могу уверить, что огромное количество моих коллег точно так же это не считают и не являются. Им это неприятно. Но, тем не менее, это прилипло, Николай. Почему прилипло-то? Знаете, значит, когда идет позиционирование основной силы партии власти, то есть самый первый, передовой, то все промахи, как правило, приписываются точно так же этой системе. То есть все промахи, недостатки, неудачи, они будут, как правило, в политическом активе той партии, которая впереди. И не исключение, что так или иначе с ней будут их ассоциировать. Кстати, зачастую забывая почему-то незаслуженно достижения. Ну, это человеческая психология, и от нее никуда не уйдешь. Мы сейчас уйдем на новости. Николай Валуев здесь в реальном времени на Финам.фм. 651099.6, код Москвы 495. Финам.фм. Наши средства коммуникации. Звоните, пишите. 19 часов 32 минуты. Реальное время. Финам.фм. Николай Валуев. Звоните, пишите. Николай, ну вот смотрите, я с другой стороны зайду. Вот, в общем-то, вы удивитесь, но я с вами соглашусь в части результата оппозиции 14 октября, что это даже не столько успех Единой России, сколько звонкая пощечина оппозиции. Причем я не делю их там на системные и внесистемные, мне не суть важна. Это серьезное. Я бы все-таки дополнил к этому. Дело в том, что, ну когда, я не скрою, я присутствовал при оглашении результатов, поинтересовался цифрами, и все-таки Единая Россия набрала больше, большее количество. Я не верю, что это вот, знаете, как тупой какой-то этот вброс, как кричат, нет. Просто была сделана работа над ошибками. То есть вы вообще исключаете фальсификацию? Нет. Ну как можно вообще что-то исключать? Я бы очень поостерегся. Ну, человеческий фактор, нельзя никогда сбрасывать со счетов, и в активе всех партий существуют абсолютно доказанные примеры вышесказанного. Дело в том, что я говорю о том, что, хочу сказать о том, что в регионах, где на думских выборах, ну я на грани фола было все голосование, значительное улучшение. И мне это приятно и отрадно, по большому счету. Я не люблю ни серьезного, ни профессионального отношения к своей работе. Я вот связываю проблемы, которые возникли на период декабрьских выборов в Думу. Знаете с чем? Что просто вот слово забронзовели, перестали работать так, как, собственно говоря, это требовалось. Или, другое слово найду, стали больше надеяться на какой-то ресурс административный, что вот сейчас приедут, помогут, с центра все наладят, крикнут. Есть такая, и я встречал даже подобные отношения, когда, допустим, приехав в регион, собственно говоря, даже не встретился с представителем партии Единая Россия, да, вот не приехали они, приехал заместитель губернатора, и вот мы проездили там пару дней, только с ним я, ну естественно, и с губернатором виделся. Ну вот, получается, не хватило времени даже на то, чтобы посидеть, обсудить какие-то партийные вещи. С другой стороны, зайду. Это вот нельзя так. Я согласен. Вот смотрите, вернемся в Петербург. Если бы не губернатор Полтавченко, то, я думаю, практически никто бы в России не узнал о том, что произошло на днях в северной столице. Я имею в виду, в общем-то, достаточно резкое поведение петербуржцев по отношению к нынешнему российскому премьеру, когда его кортеж проезжал в Питере по центру. Вы знаете, ей-богу, вот даже не знаю, о чем вы говорите. Я вам сейчас все расскажу. Значит, история была такая, что кортеж, соответственно, ну мы с вами понимаем, улицы Петербурга. Достаточно узкие. Соответственно, идет кортеж премьерский. Понятно, что чиновник категории А, понятно, что безопасность и так далее, но стоящие... Да, Дмитрий Анатольевич как раз приезжал, когда... Да-да-да-да. А я уезжал, помню точно. Вот, Николай, вы много потеряли. Вы бы увидели реакцию петербуржцев. Так вот, стоящие в пробке, фактически, да, автомобилисты всячески выражали свое недовольство кряканьями, сигналами и так далее. То есть это были неприветственные, безусловно, сигналы. Угу. Дальше больше. Значит, отдельно из них, в том числе и прохожие, выходили и показывали, в общем-то, знаете, жесты есть, да, вот разными там пальцами показывают. Кажется, я понял, о чем я говорю. Да. Значит, и вы, в общем-то, я, с одной стороны, конечно, не понимаю, Полтавченко, зачем он это все вбросил фактически в социальные сети, вообще в медиапространство. С другой стороны, конечно, я ему благодарен за это, потому как ранее, оказывается, и Путин попадал в подобную ситуацию, когда он проезжал, замечу, и тот, и другой петербуржцы, да, то есть это их родной город. Не скрою, в нашем городе, если проезжает кортеж, все встает. Абсолютно все. В Петербурге это и в Москве встает, но не настолько, конечно. Да, а вы не думаете, что это не недовольство не только пробкой, но и политикой этих людей? А Петербург, это, скажем так, вообще, он был всегда оплотом протестного движения, если уж быть впереди, скажем так, говорить откровенно. И, опять же, выборы, муниципальные советы тоже показали соответственное отношение к ситуации. Дело в том, что если вы, ну, я немножко не вижу вопроса, скорее вы даете возможность мне как-то выговориться, да. Сегодня регионы, это основная, скажем так, поддержка оттуда идет, если говорить, основной такой капитал, что ли, нынешней существующей власти, если уже говорить об этом. Это что научно говорят, электральная поддержка. Электоральная поддержка. Да, вот это заумное слово. Не люблю заумных фраз, я вам говорю простым человеком. Ну, то есть, другими словами, Петербург не поддерживает Путина? Дело не в этом. Как раз в целом, Путин это как раз Петербург поддерживает. Уж поверьте, я больше чем уверен, что основное большинство все равно петербуржцы за президент. Дело не в этом. Дело в том, что уровень культурологический уровень жителей Петербурга все равно подразумевает некое отношение со стороны власти более, что ли, цивилизованное. Это выражается в том числе и в неприятии того, когда человек куда-то опаздывает, а в этот момент проезжает правительственный кортеж. Это так очень, знаете, по столицах так. Но Полтавченко, в общем-то, назвал часть петербуржцев жлобами. По-моему, это тоже не есть удобоваримое высказывание. Совсем не надо говорить о петербуржцах, что они жлобы. Нет. Я цитирую губернатора Санкт-Петербурга. Я понял, о чем речь. Ну, то есть вы это не связываетесь с политикой? Или все-таки связываетесь? Вы знаете, я думаю, что это все равно эмоции. Эмоции. Согласен. Это реальные эмоции, а не выражение каких-то... Ведь точно такие же эмоции я наблюдал в тот момент, когда просто-напросто... Вот объясняю вам. Я проезжаю на Невском проспекте. Да. Девушка, молодая, судя по всему, недавно получившая права, ударила... Понимаете, впереди стоящую машину на ровном месте. Это произошло моментально, образовалась пробка. И я видел в ее адрес точно такие же жесты, о которых вы сказали. Понимаете? А это всего лишь девушка, неопытная, получившая... Вот. И как мерило вот этих жестов в том случае и в этом. Что воспринимать и как? Понимаете? Если говорить о жлобстве, о жлобстве вообще, то оно может выражаться как раз в таких вещах, когда в Петербурге, наоборот, на дороге как раз жлобов вы можете встретить, так называемых в кавычках, гораздо меньше. Чем даже в той же Москве, если уж говорить. Я не хочу называть москвичей жлобами. Просто огромное количество... Ну, это резкое высказывание. Ну, оно очень резкое, да, такое, некультурное. Не знаю, как его характеризовать. Но оно не олицетворяет и уж никак не может быть применительно к жителям Петербурга. Вы больше всего, конечно, ощущаете петербуржцем, да? То есть вы хоть и работаете в Москве. Слушайте, я всегда буду петербуржцем. Москва, если говорить о Москве, то это город, в котором я работаю. Но так на всякий случай, мое место работы сегодня даже несколько размыто, потому что в процентном отношении я не меньше там недели, а то и больше нахожусь в Кузбассе. И огромное количество времени уходит еще на переезды по стране. Потому что я предпочитаю видеть своими глазами, слышать своими ушами, что происходит сегодня. Что видите? Бедность, разруху, нищету? Я не могу сказать, что разруху, нищету. Я вижу, что некоторые города в регионах просто в своем, наверное, развитии, что ли, приостановились просто-напросто. Но как раз разрухи такой, как вот любят говорить сейчас, нет, ее можно найти. Только захотеть, я вас уверяю. Ее можно найти в том числе. Но я вижу и много, очень много позитивного. Вот бывает даже, ну как пример приведу, в Пензенской области, когда мы посещали спортивные объекты, которые были построены или запроектированы еще в Советском Союзе, которые уже в Новой России построены, они настолько огромные, что на те 156 или 186 тысяч жителей в Пензе, они просто перекрывают все потребности, понимаете? Но они, однако, существуют, и в них ходят люди. Они были построены. И это здорово, на самом деле. Пензенская, вот простите, я вас даже прервал. Это не разруха. Это не разруха. Но вы же согласитесь, что в России пьют? В России пурят? Это мне безумно не нравится. И нынешний закон, который сейчас будет широко обсуждаться, как раз и будет призван значительно ужесточить меры. Ну, я не говорю против, но, наверное, экономически против табачных компаний, водочных компаний. А вы считаете, запретами можно решить? Нет, нет, совсем. Одними запретами не решить. Сегодня стало известно, что россияне на сигареты в год тратят, у меня волосы дыбом стали, 600 миллиардов рублей. Это астрономическая сумма. Дело в том, что вообще Россия для табачных компаний золотая жила МЕК, я не знаю, Клондайк. И можете себе представить, насколько сильно вообще работа, даже законотворческая, так или иначе, все равно как-то где-то на уровне, типа, визгов по принципу ограничивания прав курильщиков, знаете, да, при этом не вспоминается, что ограничиваются, в общем-то, и припираются права не тех, кто не курит. Так как объяснить людям это, что это вредно? Как объяснить людям? Молодым, молодым, вот вы же с молодыми встречаетесь. Дело в том, что разъезжая по стране, я посвящаю некоторое время, в том числе и пропаганде здорового образа жизни. Да, я объясняю, к чему это может привести. По крайней мере, считаю это необходимым, потому что ко мне, ну, к моему мнению прислушиваются. То есть вы видите, что слышат? Слышат, слышат, конечно, слышат. И ведь начинается все ведь очень просто, с сигареты, с подражания. А зачастую я просто, на самом деле, я молодым пытаюсь объяснить, что они взрослее от того, что возьмут сигарету в руку, они не станут. Может быть, даже несколько смешнее станут. Ну, все мы проходили этот этап, да? Я вот тоже помню, значит, закончил школу, поступил в университет, и, ну, хочется, чтобы... Проходили. Вот чего-то такого. Но задача, допустим, я считаю своей задачей, если и я был не исключением, допустим, в этой ситуации, объяснить молодым, понятно, все-таки они сделают собственные ошибки. И все пройдут через собственные ошибки и наступят только на свои грабли. Но хотя бы зародить какое-то искру сомнения в том, что это здорово, модно и красиво, я считаю нужным. Николай Воловьев, сегодня в реальном времени. Краткий выпуск новостей после вашей звонки и письма на 65 10 99 6 и на финам.фм. 19.49, это реальное время, финам.фм. Здесь Николай Воловьев, депутат Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия». 65 10 99 6, код Москвы 495, для ваших звонков, финам.фм. Наш портал в интернете. Николай, я сейчас предлагаю очень в таком жестком речи, вам не надо объяснять, что это такое, да, режиме, потому что у нас остается всего 10 минут. Я постараюсь, коротко и ясно. Да, и обращаюсь также к слушателям. Поэтому, обобщая вот кучу вопросов, которые пришла сейчас к нам на программу, да, многие спрашивают о ваших взаимоотношениях с одной мобильной компанией. Да. То есть вы человек этой компании, вы лицо, да, этой компании. Я понимаю, что наверняка вас там 127 раз уже спрашивали, но я 128 раз спрошу, да, вы можете вот из первого источника, что называется, рассказать, что это за взаимоотношения? Это взаимоотношения, если говорить техническим языком, возникли не вчера, а позавчера, и так или иначе я поддерживаю с ними отношения, во-первых, и договорные, которые были достигнуты еще до того момента, как я стал работать в качестве депутата. Ну, и даже сегодня эти отношения, я, в общем-то, провел все необходимые юридические консультации, они укладываются в регламент, так или иначе. Ну, они могут, я могу сравнить просто, это может быть порядка, если бы я пойду спою вам что-то на концерте или сыграю в каком-либо художественном фильме, напишу книгу, это укладывается в эту канву. Это не нарушает закон? Это не нарушает закон. Я не нарушал бы закон, причем столь явно, вы понимаете, я не сам, не враг себе. Демонстративно. Ну, это слишком было, вы понимаете. Меня бы съели с потрохами уже буквально, ну, буквально сразу. Все, я удовлетворен этим ответом, я привык доверять людям, если это не нарушает, значит, вопросов не должно быть. В конце концов, есть органы, которые обязаны задавать эти вопросы, если возникает такая проблематика. Я вас уверяю, что достаточное количество запросов в мой адрес. Было, да? Поэтому, да, было направлено и все проверки были пройдены. Вам это интересно, вот то, чем вы занимаетесь? Это один краткий миг какой-то, может быть, грани творческой Николая Валуева. Поверьте, мне нравится кино как таковое, может быть, где-то в душе я актер. И я, в принципе, сыграл несколько ролей в фильмах, но сейчас большего я позволить себе не могу. У меня нет времени катастрофически, чтобы я мог отыграть длительную роль в каком-то фильме, хотя никак бы мне этого не хотелось. Это было бы, наверное, по отношению, ну, к избирателям, к моей работе, это было бы упущением, неправильно, это непрофессиональное отношение. Мне бы пришлось ведь на это время найти, понимаете? Безусловно. Ну, вот если говорить о более длительном каком-то таком нахождении в кадре, то был у нас отпуск в августе, и я смог себе позволить целую неделю провести под прицелом камер, но это все выйдет позже просто. Покажут по Первому каналу, я не хочу никогда... Это фильм? Нет, это не фильм. Это не фильм? Это не фильм, это, я бы так сказал, телевизионная работа. Вы не исключаете, когда закончите политическую карьеру, вы же рано или поздно ее закончите, вот пойти в этот ракурс? Спорт, как видите, его активная фаза закончилась, но из спорта как такового я не ушел. И говорить сегодня об уходе из политики было бы очень преждевременным, даже потому что сегодня, если говорить уже откровенно, все равно мы видим пока остановление Валуева как политика. И говорить, что вот уже надо уходить или даже строить такие планы, я бы поостерегся. По отношению сам к себе, потому что я уважаю свой труд это свое время, зачем, если я решил чем-то заняться, то на это нужно быть готовым, что это во времени будет достаточно продолжительным. Идем теперь на звонки и письма. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, добрый день, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Я хотел узнать по поводу вопроса гражданского нашего сообщества, ну или точнее отсутствия его. Вот из личного опыта, когда я учился в МГУ, я хотел открыть студенческую общагу для факультета, все тут же сказали, зачем тебе это надо, да не трать время, все равно мы не будем ее читать. Ну это такая мелочь. А вот другой пример, на Украине есть такое замечательное как раз на тему спорта, человек Денис Минин зовут, может быть, слышали когда-нибудь. И он очень активно, прям по всем фронтам, там бьет по спорту, по здоровому образу жизни. Он собирает реально тысячи тинейджеров, потому что он сделал из этого такой культ. Они собираются на этих площадках, на турниках, начинают под такую молодежную музыку, там рэп, все это делать. И реально в интернете, по социальным медиа бьют мощно, заряжают людей позитивным таким здоровым жизнью и реальным боем. Даже меня сподвиг. Вот где наши такие люди? Почему я не слышу, не вижу ни в социальных медиа, ни в газетах, ни везде? Да, спасибо, Сергей. Как раз я говорю всегда о том, что наши медиа, скажем, известные люди, спортсмены в первую очередь, они просто обязаны заниматься подобными вещами, поверьте. И уж даже если не они будут инициаторами этих проектов, то хотя бы этим проектам помогать, и дабы их туда будут приглашать, не отказываться. Не отказываться, потому что известность ее нужно использовать не только во благо себе, ее нужно использовать во благо окружающих. Вот я немножко говорили мы на эту тему, и я как раз считаю, что тот парень, это он правильно, что он делает, что он что-то в интернете какую-то собирает людей, они в общем собираются, занимаются, все это видят, что это зарядка, что это здорово, это как круги по воде. Это правильно. Я считаю, что известные люди просто обязаны тратить в том числе и свое личное время на подобные вещи. В конце концов, они могут действительно реально помочь с теми же деньгами, с привлечением тех же финансовых ресурсов. Вот смотрите, Николай, очень много вопросов. Опять обобщаю и основываюсь на письме Юрия, который пишет, здравствуйте, уважаемый Николай, беда, коль пироги, цитирую прям дословно, начинает печь сапожника, сапоги точить пирожник, да. Как вы думаете, не должны ли в Госдуме находиться профессионалы своего дела, а именно люди с высшим юридическим образованием? Дальше иду. Давайте быстро отвечу. Таких людей в Государственной Думе немало, поверьте. И как раз опять же эти люди работают по своим профильным специализациям. Более того, намечу, что политик, он может быть даже не обязательно должен иметь именно юридическое образование. Дело в том, что если молодой человек говорит о знании законов, права и прочего, это, естественно, никого не освобождает от знания этих законов. Это понятно. И все-таки у каждого депутата есть огромный ресурс и возможность обращаться к тем же самым юристам, которые при каждом отделе, грубо говоря, комитете существует юридический отдел, который, ну, сколько бы ты ни в состоянии все законы и правовые акты знать. Это очень сложно. Это вот такие вот огромные фолианты. И так или иначе, к помощи таких людей, юристов, юридических отделов, каждый депутат прибегает, получая на это правовую оценку, в первую очередь, юридическую консультацию. Аккумулирует при этом определенные идеи. Причем, например, в каком вот ключе я предпочитаю действовать? Я абсолютно не скрываю ни от кого. Господа, меня очень легко найти в интернете. У вас есть какие-то конструктивные предложения? Пишите. Предлагайте. Обработаем. От простого человека до целого какого-то коллектива. Там, института, воинской части или чего угодно. Пишите, что вас волнует. Я, бывая в регионах, просто подхожу. Недавно я был в Нерингре. Ко мне подошла женщина. В Якутии, кто не знает. Да, да, да. В Якутии. Подошла. У меня, говорит, есть некие законодательные инициативы. Я говорю, вот вам моя визитка, присылайте, рассмотрим. Присылала? Она пока прислала мне тестовое письмо, я ей написал, да, окей, пришло, жду. То есть вы общаетесь, реально общаетесь сегодня? А как? Вы поймите, если этого не делать, если строите из себя какого-то сноба, дело пострадает. Дело в том, что, может быть, я не говорю никому, что я разбираюсь во всем. Это нереально, это невозможно. И я буду наверняка на 100% вправ, если я скажу, что ни один не может депутата разбираться. Даже юрист. Даже юрист, да, во всех вопросах. Просто-напросто каждый должен заниматься своим делом и при этом быть человеком конструктивным, что ли. Давайте, наверное, еще один звонок успеем принять. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. У вас очень приятный сегодня собеседник. Я вот не являюсь, конечно, сторонником партии «Единая Россия», но если бы были такие все депутаты, как Николай, я бы с удовольствием проголосовал за них. Спасибо большое. Ну, у меня... Мы постараемся вас преубедить. Вопрос к Николаю такой. Вот все-таки у нас мало выделяется внимания развитию детского спорта. Надо детям больше выделять внимания. Тогда у нас не будет ни пьянства, ни алкоголизма, ни курения. Вот как Николай думает на эту проблему решать? Я считаю, что возрождение института дворовых тренеров... И вы знаете, я сейчас... Вот сейчас буквально принимается бюджет. Также сегодня мы приглашали Ливанова у нас внутри... Министра образования. Да-да-да, министра образования. И я получил проект нового закона в образовании. И? Там 400 с лишним страниц текста. Ну, первое, что я сейчас буквально... Вот уезжая к вам, я дал поручение помощнице, чтобы она переслала мне на почту и ей дал. Вот она до сих пор сидит и ищет. Первое, что в отношении спорта я захотел увидеть, что там в отношении детско-юношеских тренеров и их статуса. Знаете, да, эту историю, что они не являются де-факто преподавателями, учителями категории определенной. Их удел получать там, в лучшем случае, 9-12 тысяч рублей зарплату. Ну, вот такие цифры. И это недопустимо. Ну, разве можно таких людей ожидать полной отдачи? И, соответственно, что они просто пойдут во двор, будут набирать, заинтересовывать детей, пропадать с ними часами после уроков, вести спортивные секции. То есть ситуация такова, что почему-то вот преподаватели, я назову так, в общем, физической культуры, в некоторой какой-то вот особой категории несколько ущербной оказались. То есть вы будете предметно? Я сейчас, вот перед тем, прямо как к вам ехать, я получил текст этого проекта и, вероятнее всего, уехав от вас, тоже буду сидеть, первоначально позвоню помощнице, нашла она или нет, буду тоже сидеть, вычитывать. Потому что у меня будет возможность задать этот вопрос Ливанову на уже его, тогда, когда он будет с отчетом перед непосредственно Государственной Думой, у меня будет возможность задать этот вопрос. Николай, вот только не обижайтесь, но я хочу, чтобы вы ответили в завершение нашего разговора на письмо, даже не к письму, а комментарий, который пришел мне в Твиттер. Текст следующий. Хотя Николай Валуев не считает себя жуликом и вором, но он не понимает, что он их пособник. Николай, ваш ответ. Да, конечно. Вы знаете, я не согласен, опять же, с этой формулировкой раз, потому что нельзя, ну, любое, если говорить, любое собрание людей, так или иначе, может включать себя как положительных, так и отрицательных героев. И вовсе это не значит, что положительные герои будут абсолютную консолидированную ответственность нести за тех отрицательных персонажей. Если будут бездеятельными по отношению к ним. Поэтому, знаете, я вот, не знаю, с человеком, который это написал, в определенной степени не согласен, но я понимаю, что ошибки моих коллег так или иначе будут проецироваться и на меня. И когда я шел в политику, когда я получал партийный билет, когда я начал, значит, задумываться и все-таки принял участие в выборе в Государственную Думу, я понимал, что я могу в чем-то и потерять в плане там какого-то имиджа или прочего. Но волков боятся в лес не ходить. Понимаете, меня жизнь приучила к другому. Если у меня случится какое-то общение с подобным человеком, я, вероятнее всего, скажу ему это в глаза. И знаете, самое, наверное, пока на сегодня уж точно, я могу сказать, я в состоянии это сделать. Потому что на сегодня я не завишу от каких-то финансовых структур, даже, может быть, в какой-то степени от политических. У меня есть возможность высказывать свое мнение. Хотя я прекрасно себе отдаю отчет в последствиях. Спасибо огромное. На самом деле, это очень важный и принципиальный момент. Это самостоятельность человека как личности, да, и несмотря на то, что вы стали политиком. Спасибо большое. Николай Валуев был сегодня в реальном времени на Финам.ФМ. Далее краткий выпуск новостей и итоги дня. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok